У нас сегодня время как раз поговорить о полугодовой отчетности, поэтому в основном поговорим о бухгалтерском учете. Напомню о основных положениях по бухгалтерскому учету, о том, что нужно соблюдать, может быть какие-то остались вопросы неясности еще с формирования годовой отчетности. Потому что сейчас, конечно, полугодие, поэтому кардинально ничего не изменяется. Ожидали появления новых положений по бухгалтерскому учету, потому что в проекте у нас есть и положения по основным средствам, но на текущий момент они не вышли, поэтому, соответственно, как бы смысла на сегодня говорить пока о проектах и применять их нет. Поэтому поговорим, ну и поскольку все-таки в теме заявлен анализ ошибок, нарушений, поэтому, конечно, я буду говорить именно с точки зрения того, что было неправильно, что нарушено и что следует поправить, по крайней мере, пока сейчас полугодие. Ну, потом поговорим о проблемах по налогу на прибыль, ну и, может быть, немножко в конце по НДС, потому что в прошлый семинар проводили по НДС. Ну, там, конечно, будем ориентироваться на то, какие актуальные вопросы сейчас возникают в полгодовой отчетности. Значит, и так, в первую очередь, по бухгалтерскому учету. То есть я постараюсь пройти по отдельным положениям и напомнить, что из них следует помнить и соблюдать. Особенно это касается, как бы, новых положений, которые, хоть они и не очень новые, вступили в действие уже в прошлых годах, но для многих применяться они стали как новые. Значит, ну, в первую очередь, конечно, опять же, чтобы была полная осведомленность и понимание, на сегодняшний момент у нас 24 положения по бухгалтерскому учету принятых и действующих. Конечно, это не говорит, что все налогоплательщики абсолютно их принимают, применяют, но, тем не менее, как бы, может быть, какие-то возникают разные виды деятельности, поэтому эти положения подключаются. И вот напомню, что с 1 января 2012 года у нас стало применяться еще одно положение по бухгалтерскому учету. Это положение по учету затрат на освоение природных ресурсов. И наверняка, когда вы составляли уже отчетность свою бухгалтерскую за первый квартал, видели две новые строчки, которые появились в бухгалтерском балансе. Это материальные поисковые активы и нематериальные поисковые активы. Значит, эти два новых показателя, они относятся как раз к этому ПБУ. Значит, данное положение по бухгалтерскому учету, я опять же о нем кратко, потому что понимаю, что здесь, возможно, у нас такой регион, возможно, нет организаций, которые занимаются абсолютно этой деятельностью. Но, по крайней мере, это положение применяют те организации, которые являются пользователями недр. То есть они занимаются разработкой полезных ископаемых. И вот для них теперь предусмотрены вот эти два формирования актива. То есть материальные поисковые активы – это, по сути дела, те основные средства, это те активы, это различные сооружения, это различное оборудование, которое создается и используется для разработки недр. И смысл заключается в том, что формируется в процессе разработки определенного участка недра, формируется стоимость таких материальных поисковых активов, затем организация устанавливает порядок их списания в периоде разработки, ну а то, что уже было не списано, затем переводится, например, в разряд основных средств. И начинает эту организацию уже амортизировать как основные средства. Связано это опять же с тем, чтобы выделить такие активы, и чтобы у таких разработчиков они через бухгалтерский учет смогли окупиться значительно быстрее. Но это опять же бухгалтерский учет, к сожалению, это не налоговый учет, потому что налоговый отчет все равно говорит о том, что это определенные основные средства, поэтому расхождения возникают. Ну и нематериальные поисковые активы, это различные разрешения, лицензии, которые получают такие разработчики недр, и тоже они принимают их к учету, и затем в течение срока разработки списывают их по затрату. Ну, тем более, что в этих лицензиях есть срок их действия. Поэтому вот эта специфика, она как раз и заявлена в этом положении, в 24 ПБУ. Значит, но я еще раз говорю, это специфика, безусловно, это особенности. Ну, а те особенности, которые мы применяем, они по-прежнему в оставшихся положениях. Ну, не в оставшихся, а в следующих положениях по бухгалтерскому учету. И напомню о них, как бы, о самых таких, которые вызывали вопросы. Ну, в первую очередь, конечно, у нас есть вот два положения по бухгалтерскому учету, на которые мы теперь стали обращать активное внимание. Значит, первое положение по бухгалтерскому учету, это ПБУ 21-2008. Ну, у нас в свое время, с 2009 года, было принято обновленное ПБУ 1-2008. Это наша учетная политика, и вы его прекрасно все помните. А рядом с ним, параллельно, было принято 21-е ПБУ. И, несмотря на то, что мы в течение прошлого года все время говорили о формировании различных резервов, мы делали акцент на, в основном, приказ Минфина 34-е, на 8-е ПБУ. Но, в общем-то, в меньшей степени делали акцент на 21-е ПБУ. Но дело в том, что 21-е ПБУ, по сути дела, также дает возможность налогоплательщикам, а в отдельных случаях не только возможность, но и заставляет его формировать отдельные резервы. То есть, я бы так сказала, у нас есть два разных положения. Значит, 21-е ПБУ говорит о формировании в бухгалтерском учете оценочных резервов, а вот 8-е ПБУ, которое на слуху и о котором мы часто говорили, формирует в бухгалтерском учете оценочные обязательства. Суть их, на самом деле, несколько разная. Понятие оценочных резервов, которые записаны в 21-м ПБУ, и опять же, если обратить внимание на него, вот просто все говорили, нужно формировать резерв по самим, нужно, нужно, почему сформировать, да? А вот на самом деле, именно это 21-е ПБУ говорит, что если у налогоплательщика есть активы, стоимость которых снижается на конец года, и есть уверенность в том, что они в дальнейшем будут снижаться, то такой, не налогоплательщик, конечно, а именно бухгалтерский учет мы говорим, то в такой организации нужно создавать такие оценочные резервы. И в качестве таких оценочных резервов как раз и говорится о том, что это и резерв по сомнительным долгам, это резерв под обесценение финансовых вложений или ценных бумаг. Некоторые организации уже сегодня задумываются об этом. Причем это не обязательно должны делать профессиональные участники рынка ценных бумаг, а те организации, которые имеют ценные бумаги, и стоимость их снижается. Причем именно здесь говорится и о ценных бумагах, которые не участвуют постоянно на рынке продажи ценных бумаг. Но тем не менее, например, что здесь можно сказать? То есть сегодня об этом снова поднимается вопрос. Например, это могут быть не только, например, ценные бумаги, но и, например, финансовые вложения. Например, в качестве финансовых вложений у организации может быть доля в уставном капитале другой организации. И вот если организация видит, что активы или чистые активы своей учрежденной компании снижаются, то есть она анализирует это по данным бухгалтерского учета, и видит при этом устойчивое снижение, то есть практически ей учрежденная компания находится регулярно в убытках, находится постоянно, ну не как постоянно, например, обычно первый год еще считается годом не представляющим с тобой определенную тенденцию, а второй год это уже определенная тенденция. То есть, по сути дела, если у такой компании постоянно снижаются чистые активы, и на второй год эта тенденция идет упорно, а у нас, тем не менее, есть определенная величина доля в уставном капитале, а сумма в этом случае чистых активов у нашей учрежденной компании становится меньше величины уставного капитала, то вот, по сути дела, такая организация должна создать у себя резерв под обесценение финансовых вложений. А для того, чтобы его создать, нужно проанализировать чистые активы. И если у компании чистые активы снизились, то вот на эту разницу между величиной уставного капитала и суммой чистых активов нужно понизить это финансовое вложение. Но напрямую мы его понижать, конечно, не будем. Для этого организация должна у себя создать в бухгалтерском учете вот такой резерв. И такой резерв в бухгалтерском учете создается на 96-м счете. То есть делается, например, бухгалтерская запись у организации, причем делается бухгалтерская... Так, сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Сказать сказала, а вылетел на меня. Бухгалтерская промотка. То есть вот, по сути дела, нам нужно сделать следующее. То есть и вот у нас с вами 58-й счет. Это наше финансовое вложение, которое у нас формируется. И вот в этой ситуации... Тогда, тогда, тогда... Так, сейчас, секунду. Вот этот вопрос оставим. Я сейчас немножко уточню. Вылетела у меня эта ситуация почему-то из головы. Так она хорошо была. То есть нам, в принципе, вот исходя из этого... Потому что резерв по сомнительным долгам за счет 91-го... Так, прошу прощения, бывает такое. Прошу прощения, вернемся к этому вопросу. Я тогда уточню вот эту вот запись бухгалтерскую. Потому что в любом случае у нас резерв должен создаваться за счет 90... Не за счет 96-го. Здесь же у нас... Ладно, я прошу прощения, бывают такие замены, просто нагрузка. Значит, мы вернемся к этому вопросу. Я покажу вот эту бухгалтерскую запись, по которой создается вот такой резерв по обесценению финансовых вложений. То есть, по сути дела, этот резерв, он как раз показывает, что организации на конец года в бухгалтерском учете... Причем этот резерв формируется таким образом, чтобы на конец отчетного периода вот этот 58-й счет был свернутый с этой суммой резервы. И поэтому в бухгалтерском учете наши финансовые вложения показываются в уменьшенной величине. То есть, на самом деле, как бы вот в предыдущем году как-то этот вопрос не поднимали, но сегодня стали говорить об этом. И это, опять же, является некой величиной оценки нашего актива. Поэтому я просто прошу прощения, сейчас немножко соберусь с мозгами и напомню об этой ситуации. Поэтому вот в основном именно об этом резерве, если у вас финансовые вложения в виде доли в уставном капитале, например, те же заемные средства. Допустим, вы передали взаимоденежные средства, и вы понимаете, что у вас эти заемные денежные средства, например, ну, будем так говорить, уменьшается вероятность того, что вам они будут возвращены. И вот, исходя из этого, вы можете обратиться к своему контрагенту, убедиться, например, есть ли у него определенная возможность вернуть эти денежные средства. Или вы понимаете, например, что он находится в стадии банкротства, у него возникают какие-то определенные трудности. И в этом отношении вы также можете создать резерв под уменьшение вот этой величины актива. Такая же ситуация у нас возникает давно, и такой известный у нас резерв, который создавался, это резерв под уменьшение стоимости материальных ценностей. Например, у нас есть материальные ценности на 41-м или на 10-м счете, мы понимаем, что они тоже обесцениваются. Рыночная стоимость их в результате падает. Это тоже как бы основание к тому, чтобы создать вот этот резерв, и чтобы в бухгалтерском учете на конец года у нас эта величина актива, она была уменьшенная. Вот смысл создания вот такого оценочного резерва заключается в том, что бухгалтерские записи, у нас вот эта сумма созданного резерва, она уменьшает величину актива. И, наконец, отчетного периода мы по данным бухгалтерского учета показываем эту величину уменьшенной, то есть даем таким образом уменьшенную оценку нашего актива. То есть, ну вот единственное, я прошу прощения, сейчас я бухгалтерскую проводку соображу и вам напомню об этом. Значит, поэтому это касается вот данного 21-го ПГУ. Ну и, конечно, по этому же ПГУ мы создаем резерв по сомнительным долгам, именно в этом положении. Но резерв по сомнительным долгам организации уже создавали и в прошлом году, и помнят, что данная величина резерва у организации, по сути дела, также уменьшает величину дебиторских задолженностей. Но вот в силу того, что не все организации были готовы уменьшать величину своих активов, то есть показывать уменьшение в балансе, ведь у нас резерв по сомнительным долгам, он создается в бухгалтерской записью 91-й, 63-й. А это значит, у нас, по сути дела, получается, что когда мы начинаем баланс сворачивать, у нас 62-й, ну, формировать 62-й, сворачивается 63-й, то для многих организаций, например, более того, для многих организаций вот эта величина вне реализационного расхода тоже была нежелательной, потому что она уменьшала финансовый результат. Поэтому вопрос о формировании резерва по сомнительным долгам, он как бы стал немножко таким дискуссионным. Кто-то готов создавать и действительно видит в этом смысл, например, действительно показать те задолженности, по которым есть риск невозврата этих долгов, и есть риск перенесения сроков возврата, что тоже может быть являться существенным. Ну, а для каких-то организаций, например, создание такого резерва стало просто невозможным, потому что, например, уменьшаемая величина прибыли может повлиять на какие-то отношения. Кто-то, например, не желает уменьшать тем самым показатели, изменять показатели баланса для учредителей, кто-то, например, для банка и так далее. Но дело в том, что все равно постепенно, даже в течение ряда лет, учитывая, что мы все-таки переходим, как бы вот и влияние международных стандартов становится все более и более значимое, конечно, актуальность создания этого резерва будет значительно важнее, будет превалировать. И поэтому, может быть, на текущий момент, если вы в прошлом году не создавали, то в учетную политику себе прописать те условия, например, или те ограничения, при которых вы можете создавать такой резерв. Например, вот как я и ранее говорила, например, написать, что вы создаете резерв только по тем задолженностям, которые, по вашему мнению, являются значительно устойчивыми. Организации вытягивают этот срок. Кто-то свыше 180 дней применяет, кто-то, например, свыше 270 дней. И самое главное для себя сегодня найти вот этот критерий, прописать его в учетной политике. То есть не просто игнорировать, не создаем или и все, а именно прописать себе в учетной политике и создавать этот резерв в соответствии с этими критериями. Поэтому вот этот момент, ну, как бы следует соблюдать. Я понимаю, что не все организации, конечно, проверяются аудиторами, не все организации выносят такое мнение. Но, тем не менее, все-таки, будем так говорить, конечно, если вы абсолютно малое предприятие и соответствуете этим критериям, то, может быть, и не будет никаких рисков, и никто вам о них не заявит. Но по мере увеличения, по степени роста организации все-таки нужно помнить о том, что эти положения следует соблюдать. Поэтому вот на сегодняшний момент не создавали в прошлом году, начните создавать в текущем году. Хотя бы по каким-то отдельным задолженностям, хотя бы прописав эти условия в учетной политике. Или подумать о том, насколько удобно вам, например, допустим, выявить, например, по каким-то отдельным задолженностям, по задолженностям или с отдельными контрагентами. То есть нужно все равно это прописывать в учетной политике. То есть абсолютно эту ситуацию игнорировать на сегодняшний день нельзя. Значит, и так получается, вот в данном 2021 ПБУ это резерв по сомнительным долгам, это резерв под обесценение финансовых вложений. Если есть желание, но только в бухгалтерском учете, можно создать резерв под уменьшение стоимости материальных ценностей. Он раньше создавался, но это, опять же, я говорю, бухгалтерский учет. С точки зрения создания резервов под обесценение финансовых вложений, под уменьшение стоимости материальных ценностей, конечно, для цели налогообложения такие резервы не применяются. Поэтому это исключительно только позиция бухгалтерского учета. И, конечно, в первую очередь, анализироваться будет та организация, которая по своей категории не относится к субъектам малого предпринимательства, которую будут проверять аудиторы. Можно один из критериев учебной политики по созданию самым долгам резервов не создавать, а определить только уровень существенности. Это будет достаточно, чтобы не создавать? Уровень существенности самой величины этого резерва можно вполне. То есть вы для себя определяете существенность в виде величины этого резерва. Да без проблем, конечно. Я говорю, в любом случае, хоть какие-то критерии. То есть в основе, конечно, лежит наша учетная политика. Просто на сегодняшний момент, будем так говорить, нельзя полностью игнорировать эту процедуру. Нужно все равно ее постепенно создавать и подумать об этом. Вот, например, на конец года создан резерв по сомнительным долгам, а на следующий год переоценку нужно делать каждый квартал или это нужно прописать в учетной политике? Конечно, если вы создаете резерв по сомнительным долгам и у вас приходят какие-то задолженности, на самом деле я считаю, что он у вас может переоцениваться уже в текущем году. Ведь если что у вас происходит? Если вы создали резерв, вы же каким образом делаете вот эти записи? Вот у вас на 63-м счете записи идут в аналитике, то есть по каждой величине долга. Естественно, если у вас в бухгалтерском учете приходят оплаты по каким-то задолженностям, например, или идет закрытие этих долгов, я понимаю, что в этой ситуации, по идее, вы должны хотя бы, чтобы не видеть, у вас иначе получается искажение учета, вам тогда придется все равно восстанавливать эту сумму резерва. Поэтому вы, в принципе, все равно в течение периода будете заниматься инвентаризацией этого резерва, потому что, получается, у вас будет открыта резерва, закрыта задолженность, сами понимаете, некорректная ситуация. Но это не значит, что вы должны, тем не менее, все остальные задолженности инвентаризировать поквартально. То есть в течение года вы работаете с теми, просто которые у вас закрылись невольно, а саму переоценку, или как вот у нас методика прописывает, восстановление этой суммы резерва всей, например, а затем создание новой величины, это делайте в конце года, зачем вам нужно каждый квартал этим заниматься, да? То есть это будет уже просто текущая ситуация. А я читала сам, что если она поняла, то получается, что нужно отнести на прочие доходы? Дело в том, что там же как методика, там говорится, в конце года на прочие доходы относятся, вот я вам отнесла ее, да? А затем снова вы опять его создаете. Просто она как, ну как вот, кругооборот такой идет. Поэтому, конечно, нет при организации, кто-то восстанавливает, просто там методика так написана. Она говорит, восстановите, а потом снова создаете. Вот такая ерунда, да? На самом деле, можете все восстановить и снова проинвентаризировать, а можете не восстанавливать, а просто проинвентаризировать те задолженности, которые вы опять смотрите, вы возвращены по ним, восстановили, а по новым создали. То есть, ну это техника просто, да? Все восстановили, потом снова нарисовали. Как хотите поступайте. Я не вижу в этом никакого неправильности, я не вижу в этом никакой ошибки, если вы таким образом будете поступать. Так, это то, что касается вот данной ситуации. Так, сейчас нет, я все-таки вот, секундочку, секундочку. Я просто закончу все равно этот вопрос, потому что не могу как-то... Успокоиться, почему у меня выйдет именно из головы. Сейчас я просто уже тогда вам как-то право напишу, да? Да, все правильно. Просто вот здесь, чтобы понимать и дальше к этому не возвращаться. Вот резерв, про который я сказала под обесценение финансовых вложений, он тоже у нас просто... В плане счетов у нас есть вот этот 59-й счет, вот его создание будет. То есть, вот уменьшилось, например, вот самый оптимальный вариант. Допустим, у вас есть дочерние компании, вы их учредили. При этом, например, на конец второго года вы видите, что дочерняя компания упор на бумагах. У вас есть доля уставного капитала этой дочерней компании. Значит, в этом отношении вы можете запросить показатель чистых активов. И если величина чистых активов уменьшается и становится ниже величина уставного капитала, то вы понимаете, что само вот это финансовое вложение и величина уставного капитала практически уже понизилась в своей оценке. Значит, на разницу между этой величиной уставного капитала и величиной чистых активов можно создать в организации этот резерв. В бухгалтерском балансе эта величина, на конец квартала, на конец года показывается срок. То есть это особенно те компании, которые учреждают достаточно большое количество дочерних фирм и так далее. Можно такую же процедуру проделывать и с заемными средствами. Но я еще раз говорю, это исключительно позиция бухгалтерского учета. В налоговом учете, конечно, у нас такого резерва нет. Есть только в бухгалтерском учете. Таким образом, вот это 21-е ПБУ, про которое мы, собственно говоря, помним, что оно работает. Может быть, именно сейчас, в течение года, например, если не создали в первом квартале, это не значит, что не нужно за полугодие. Вы можете за полугодие поработать, посмотреть, насколько это будет удобно вам, и для чего это вам нужно будет, и как вы это будете использовать в бухгалтерском учете. Дальше следующее положение тоже у нас необычное. Я о нем, правда, только напомню, потому что мы уже тоже в конце года прошлого работали. Это 8-е ПБУ, ПБУ-8, ТРОП-2010. Это как раз вторая сторона наша, это оценочные обязательства. То есть, видите, вот здесь такой интересный момент. Дело в том, что оценочные резервы, как я их называла, они действительно показываются свернуты и показывают уменьшение величины активов. В этом их смысл. А вот оценочные обязательства, они как раз создаются организацией для того, чтобы организация понимала, что в будущем у нее возникают некие обязательства, которые ей придется выплачивать, и которые в будущем создадут ей расход. Но этот расход она начинает формировать сейчас. То есть, это те, опять же, мы их порой и называем так же, как резервы. То есть, это те обязательства, которые сегодня мы закладываем в свои расходы, но это уже говорит о том, что мы, уменьшая свою прибыль, практически понимаем о том, что эти выплаты будут производиться. Значит, это 8-е ПБУ. Значит, в части 8-го ПБУ, конечно, сегодня пока превалирует, это в основном только так называемый наш резерв на выплату отпусков и выплату вознаграждений за несколько лет. То есть, то, что может организация для себя сегодня определить. То есть, в частности, она понимает, и почему здесь именно это как оценочное обязательство ложится. Да исключительно потому, что в будущем организация, когда она заключает трудовые договоры, нанимает на работу работников, такая организация понимает, что у нее все равно возникают обязательства по уплате отпусков для своих работников, а это уже время не отработки. Дальше, если работники увольняются, выплаты различных видов вознаграждений, выплаты различных компенсаций и так далее. И вот эти обязательства будущая организация закладывает вот сегодня в свои расходы. Значит, опять же, в прошлом году очень активно говорили, но вот единственное, что вот если обратить внимание на 21-е ПБУ, то 21-е ПБУ, о котором я только сейчас говорила, оно не дает отдельный уклон на субъекты малого предпринимательства, и оно распространяется на все организации. Но 8-е ПБУ, оно применяется исключительно всеми, кроме малых предприятий. Поэтому здесь можно просто чисто его не использовать, потому что, например, вы малое предприятие. Но если вы не малое, то, конечно, тоже такой резерв следует, или оценочное обязательство уже правильное следует создавать. Значит, опять же, методику его создания, наверное, имеет смысл опять прописывать в учетной политике, потому что сегодня единой методики по его созданию нет. И все вот издания, которые печатаются там в журналах и так далее, то есть это каждый методолог предлагает ту методику, которую он считает наиболее оптимальной. Поэтому для организации очень важно сделать для себя выбор из тех вариантов, которые там предложены. И опять, чтобы у вас методология или методика была одинаковая, потому что очень важно, чтобы бухгалтерский учет был правильным, последовательным, и чтобы он как бы нес такую единую, постоянную информацию. И поэтому в этом отношении следует эту методику себе прописывать. Значит, варианты были разные, но вот сейчас, в 2012 году, все стали склонны к тому, что стали применять методику, предусмотренную налоговым кодексом. Ну, в первую очередь, многим, потому что это удобно, и в налоге на прибыль можно применить. Там тоже есть такой резерв на выплату отпусков, и в бухгалтерском учете можно применить эту методику. Хотя я еще раз говорю, это совсем не обязательно, и вы можете все равно для себя применить то, что было ранее. А смысл заключается в том, что организации следует определить, например, средний дневной заработок по своим работникам. Многие сейчас, поскольку время есть, начинают определять уже по категориям работников, например, средний дневной заработок. Рассчитывают то количество задолженностей в виде дней неиспользованного отпуска, которые закладывает организация, например, в отчетном периоде, и те отпуска, которые обязана она оплачивать своим сотрудникам. И на эту сумму создает резерв на выплату отпусков. Плюс к этой сумме добавляются еще и суммы страховых взносов. Кстати, в этом отношении, да, и сумма страховых взносов. Сейчас немножко тогда по налогу попозже. И тем самым организация у себя в бухгалтерском учете на сумму такого резерва делает вот эту бухгалтерскую запись. То есть вот он, такое оценочное обязательство в виде на выплату отпусков, на выплату вознаграждения за выслугу лет, на выплату компенсации. То есть организация вот это для себя планирует. Как видите, 96-й счет в бухгалтерском учете отражается развернутого, да, он показывается по кредитовой стороне. Вот тем самым и отличается резерв от оценочного обязательства. Это наше будущее обязательство, а это только показатель того, как уменьшаются наши чистые активы. Поэтому они заложены разными положениями по бухгалтерскому учету. Поэтому, в принципе, вот эту величину, я еще раз говорю, можно определить, исходя из среднедневного заработка и количества дней задолженностей. Ну а потом смысл заключается в том, что после того, как организация создает этот резерв, здесь она может его создавать и регулярно, и по квартально. Это будет наиболее правильно, например, если она регулярно использует эту сумму резервов. Ну а затем, когда она начинает производить выплаты, то уже за счет вот 96-го счета она производит такую выплату. Некоторые организации делают так, что по квартальным создают этот резерв, затем производят начисление отпусков также на сумму расходов, а затем уже в конце квартала практически анализируют, инвентаризируют и закрывают эту сумму расходов за счет резерва. Ну чтобы не было двойных начислений в этом отношении. Значит, тем не менее, можно и делать это просто путем подсчета, путем вот такого своих справок бухгалтерских, которые вы формируете. А можно использовать, я напомню о методике налога на прибыль. Она стала очень сегодня применима, и поэтому некоторые организации, например, обращаются к статье 324, у нас в статье 324 методика такого резерва. Она там заложена для цели налога на прибыль, и ее очень удобно применить в бухгалтерском учете, тем более программные продукты ее тоже применяют. Но сегодня уже полугодие, но это я всегда говорю, когда у нас год не закончился, никогда не страшно вернуться к обратному, потому что и учетную политику мы можем открыть и вписать туда, и в конечном итоге мы прекрасно с вами понимаем, если мы что-то закладываем на начало года, а потом, например, мы опомнились в течение года, и видим, мы заложили, но не использовали, это называется не более чем как ошибка в бухгалтерском учете, или ошибка для цели налогообложения. Но дело в том, что если мы эту обнаружили ошибку в текущем году, то у нас возникает два права, мы можем издать, например, бухгалтерский учет мы не сдаем уточненный, да, наша отчетность не сдается уже за первый квартал уточненная, поэтому мы эту ошибку исправим просто нарастающим итогом в текущей полугодовой отчетности, к примеру. А для цели налогообложения мы могли бы сдать уточненную налоговую декларацию, но поскольку 54-я статья говорит, при выявлении ошибки, если она не приводит до начтения налога, мы можем отразить исправление этой ошибки в текущем периоде, у нас тоже нет необходимости сегодня сдавать отчетность за первый квартал. Тем более такая ошибка, она ведь приходит к формированию дополнительного расхода, а если это дополнительный расход, то какой смысл нам уменьшать налог на прибыль, мы его отрегулируем полугодия. Поэтому рисков вообще никаких нет, важно открыть учетную политику и в нее вписать, да. Поэтому, в принципе, и этот вариант сегодня очень приемлем. Например, согласно статье 224, которая у нас говорит о создании резервов в налоге на прибыль, там должен быть рассчитан норматив создания резервов. И сегодня ошибка заключается в том, что даже если организации начинают формировать резерв по сомнительным долгам для цели налогообложения, то в учетной политике первая ошибка заключается в том, что для цели налога на прибыль они просто не прописывают создание резервов. И вот эту цифру, этот норматив, он заложен как бы в программном продукте, но он не утвержден в учетной политике. Он просто должен стоять в учетной политике, как принятый норматив. А норматив этот рассчитывается просто вот таким путем. То есть здесь берется, рассчитываются, это как бы плановые показатели. Поэтому мы все равно должны вернуться на начало года и посчитать по штатному расписанию, какой фонд оплаты труда мы закладываем себе в расчет текущего года. То есть это наши должности, это их оклады, умножаем на 12 месяцев, получаем фонд оплаты труда. Даже если в текущем году у нас будут сотрудники меняться, если мы будем кого-то увольнять и приводить новых, все равно фонд оплаты труда идет как плановый. То есть это сотрудники, количество, люди, умноженные на заработную плату на 12 месяцев. Поэтому это идет фонд оплаты труда. К ним добавляются страховые взносы, страхование несчастных случаев. Дело в том, что здесь совсем нет необходимости не применять никакой регресс. Просто одна организация обратилась, говорит, никак не могу посчитать такой резерв, потому что я запуталась как резерв. Как нужно регресс применять? Да не надо здесь применять вообще никакой регресс. Просто берем 30% и применяем сюда, как обычный страховой взнос. Все отрегулируется в ходе. Любой показатель плановый утверждается на основании вот такого расчета. А уже в ходе практики, в ходе применения мы с вами это отрегулируем. Ну а здесь у нас планируемая сумма отпусков, то есть отпуска, которые мы планируем для своих сотрудников. Причем здесь мы их можем запланировать. Предполагаю, что наши сотрудники обязательно в этом году используют свои отпуска. То есть это значит весь фонд оплаты труда, который там составляет 365 дней, делится и умножается на 28 календарных дней. Это наши отпуска, да. И к ним добавляются суммы страховых взносов. Поэтому вот такой вот абсолютно простой, несложный расчет у нас будет приводить к тому, что мы посчитаем удельный вес наших отпусков со страховыми взносами в фонде оплаты труда. И это все планируемые показатели делаются вот на основании нашего созданного листочки бумаги фонда оплаты труда, вернее штатного расписания. В результате там можно на 100% умножить и получится вот этот процент. Это и есть тот процент, который мы просто учтем в учетной политике. Затем и утвердим в учетной политике. А затем в течение года у нас и в бухгалтерском, и в налоговом учете по мере начисления заработной платы, когда мы начинаем начислять заработную плату, фактически начисленную на ВИИ, и сумму страховых взносов сюда, то затем эту сумму ежемесячно, конечно, мы можем восстановить то, что было раньше, ежемесячно мы будем умножать на этот процент и получать вот этот резерв. И вторая бухгалтерская запись будет у нас формировать сумму этого резерва. То есть вот таким образом. Другой вопрос, что когда мы начинаем использовать этот резерв, то уже, конечно, за счет резерва нужно будет начислять исключительно отпуска, те, которые мы заложили вот сюда в этот расчет, чтобы у нас затем использование этого резерва происходило. И таким образом у нас в результате года будет формироваться на 96-м счете, например, сумма накопленного резерва или сумма накопленного резерва и сумма фактического использования. И в конце года мы уже подведем итог. В конце года, если у нас остается вот эта сальда неиспользованная, то вот здесь единственное, что придется, например, для цели бухгалтерского учета, если вы создаете, вы можете просто эту сальду оставить и не инвентаризировать его. Нет даже в этом никакой необходимости. Оно перейдет на следующий год. А вот для цели налогообложения нужно будет все-таки обратить внимание на то, что нет ли здесь в этом остатке отпусков использованных. Дело в том, что в течение года у нас может меняться заработная плата. И даже этот процент, он все равно четко все не откорректирует. То есть, по сути дела, нам нужно обратить внимание на то, что вот в этой задолженности, вот в этом резерве, который перейдет на следующий год у нас и для цели налогообложения, должны остаться столько планируемой суммы неиспользованных отпусков. То есть, поэтому, опять же, определяем, по каким суммам осталась эта задолженность, или, проще говоря, например, берем наши, смотрим, опять же, по штату наших сотрудников, определяем, какое количество дней отпуска они не использовали, умножаем на средний дневной заработок и сравниваем с этой величиной. По сути дела, если вот этот остаточек больше нашего расчета, то тогда вот эта часть этой суммы у нас будет просто восстанавливаться во внереализационный доход. То есть, мы ее заплатим. Если же она будет меньше этой величины, которую мы рассчитали тем самым, то мы можем даже увеличить часть резерва. Ну а самый простой вариант оставить эту величину как сальдо и перейти к ней на следующий год. То есть, это то, что касается нашего резерва вот текущего периода. Поэтому, в принципе, если кто-то не делал, можно и сейчас сделать. Но самое главное, эта ситуация очень удобно сравнивается у нас, ну и как бы с налогообложением. Опять же, можно себе эту методику еще раз повторить в учетной политике, прописать ее. Можно ее просто применять. Некоторые пишут, что для цели бухгалтерского учета мы применяем методику, которая у нас прописана в 324-й статье, то есть как для цели налогообложения. И самое главное, я еще раз говорю, даже программные продукты сегодня считают эту методику, применяют ее. Но, опять же, для цели налогообложения это только уменьшение наших расходов, то есть увеличение наших расходов как элемент оптимизации. А для цели бухгалтерского учета это все-таки разумность, это все-таки осмотрительность, это вот все те критерии, которые закладываются у нас в бухгалтерском учете, которые мы теперь должны соблюдать, но и постепенно к этому будем все равно переходить. Поэтому это вот эти два положения нового у нас, ну как бы обновленные, и те, которые нам следует уже все-таки к ним подходить и соблюдать. Далее, следующее положение, опять же, не по всем, но, например, по отдельным. В частности, 18-е ПБУ, которое применяют налогоплательщики. Здесь, конечно, очень часто вопрос стоит о конкретных ситуациях, которые могут применять те или иные. Но, во-первых, я бы так сказала, очень такой жесткий подход к 18-му ПБУ у нас все-таки ослабился. Уже нет такого, будем так говорить, то есть следует так понимать 18-е ПБУ. Это все-таки положение, которое является неким методическим документом, который дает возможность действительно организации рассчитать разницу между данными бухгалтерского и налогового учета и сделать ее с помощью вот этих математических формул. То есть, на самом деле, никакого реального экономического смысла 18-е ПБУ не закладывает. Как раньше об этом говорилось, что, например, там руководители, учредители за счет 18-го ПБУ должны видеть свои реальные изменения налога на прибыль в будущем. На самом деле, действительно, все-таки 18-е ПБУ это чисто математические формулы, которые дают возможность проверить правильность расчета налога на прибыль. Мы же можем рассчитать налог на прибыль по данным, например, тех же налоговых регистров, можем просто сделать отчет на расчет налога на прибыль, доходы, расходы, собрать эти суммы. А можем просто, применяя по ходу бухгалтерские счета и бухгалтерские проводки, формировать это ПБУ, вернее, используя эту методику, формировать налог на прибыль параллельно с тем, что мы ведем бухгалтерский учет. Поэтому не следует к нему относиться с каким-либо дальним экономическим смыслом. Самое главное – это расчет. Поэтому, например, все больше и больше сегодня раздается таких мыслей, когда вопрос стоит так. Многие, например, моменты, которые изначально трактовались обязательно как создание временных разниц, сегодня трактуются как создание постоянных разниц. Ведь я опять же говорю, иногда налогоплательщики приходят и говорят, вот у нас, например, есть разницы в курсовых. Курсовые обычно какая разница, основная у нас сегодня осталась между данными бухгалтерского и налогового учета, это курсовая разница. То есть, даже не курсовая, я бы сказала, суммовая разница. Потому что, например, в бухгалтерском учете у нас понятия суммовой разницы нет, и у нас есть курсовая разница, которая все равно переоценивает обязательства, выраженные в иностранной валюте, но которые оплачиваться будут в рублях на конец каждого отчетного периода. А вот для цели налогообложения у нас осталась суммовая разница. А суммовая разница у нас в налогообложении, она переоценку дает только на дату закрытия этого обязательства. И поэтому временные периоды возникают, то есть, может, по тому же самому обязательству возникнуть в более раннем периоде в бухгалтерском учете курсовая разница, а для цели налогообложения суммовая разница потянется на потом. И вот в большей степени всегда разговор стоял, но если все-таки у вас возникает расхождение, которое в будущем будет изменяться, значит, нужно формировать на него обязательно временную разницу. Но дело в том, что я считаю, что нужно формировать то, что удобно, а поскольку все-таки находить вот это расхождение между курсовыми и суммовыми разницами и оценивать их впоследствии, потому что они, в принципе, очень часто нагромождаются одно на другое, очень сложно, поэтому для текущего отчетного периода совершенно нет ничего неправильного, если вы будете их переоценивать как постоянные разницы и делать расхождение в текущем отчетном периоде, например, на эту разницу. То есть разница между текущей курсовой и текущей суммовой разницей, она и будет как постоянная разница. То есть здесь вот, и мне просто что хочется донести, здесь нельзя говорить о том, что вот методика 18-го, она четко говорит, вот поэтому временная разница, а вот поэтому постоянная разница. Нет, дело в том, что здесь надо четко понимать, если удобнее в текущем периоде применить эту ситуацию как постоянная разница, значит, вы вправе ее применить. Другой вопрос, что и на протяжении всего следующего периода времени по данному расхождению вы должны применять это как постоянная разница, потому что, по сути дела, действительно, временная разница, она дает возможность, например, накопить это расхождение и потом его убирать, а постоянная разница, она вид расхождения только текущего периода. То есть, например, допустим, если временная разница, вот она накапливается, допустим, на 0,9 счете вы ее накопили, там она здесь уже ушла, а потом вы начинаете ее опять же уменьшать, но согласитесь с тем, что регистры по 18-му абсолютно слепые, и когда начинают переводиться эти расхождения, они очень часто как раз, очень часто четко сложно отследить, какое расхождение идет в уменьшении этого налога. Поэтому, в принципе, здесь вопрос состоит на том, что если, например, вам удобно по тем или иным расхождениям, которые возникают у вас, создавать, например, постоянные разницы, к примеру, по тем же самым расхождениям вы можете создать, например, постоянную разницу и затем, опять же, восстановить ее, то в этом ничего неправильного нет на самом деле, они могут быть и постоянными разницами. То есть вопрос сегодня заключается в выборе самим налогоплательщикам вот этих расхождений. Если уж на то говорить, то когда это положение по бухгалтерскому учету, опять же, перетягивали из международных стандартов, то в международных стандартов вообще нет временных разниц, там есть только постоянные разницы. А вот нас вот до такой степени сегодня вот так запутали. Поэтому это, опять же, к тому, что если удобно и вам нужно применять, вы можете постепенно, например, там большинство своих расхождений применять как постоянную разницу и тем самым просить вариант своего учета. То есть это как бы первое, да, что можно применить в 18-м ПБУ. Дальше следующее, конечно, само 18-е ПБУ в 22-м пункте, оно требует обязательно от организации указания на то, как оно применяется. То есть или оно применяется в полном виде с отражением расхождения по каждому виду отклонений, это первый вариант, или оно применяется просто условно. То есть, по сути дела, например, вы можете, допустим, сформировать налог на прибыль по данным налоговых регистров, отразить его в бухгалтерском учете отдельно, вернее, сформировать налог на прибыль по данным налоговых регистров на основании налоговой декларации и эту исчисленную сумму перенести в свою бухгалтерскую отчетность. То есть, по сути дела, получается два варианта сегодня формирования применения 18-го ПБУ. То есть вот практически упростили его применение, но эту информацию как бы не донесли до особо на организации. То есть смысл заключается в том, что, например, если мы с вами пишем, допустим, формируем это положение, то у нас вот за счет наших вот этих различных там бухгалтерских записей, которые у нас возникают, у нас в каждом отчетном периоде возникает вот практически 68 счет, на котором будут формироваться там постоянные временные разницы. И в результате это 68 счет налог на прибыль даст нам ту сумму налога на прибыль, которая у нас возникает. Это применение нашего 18 ПБУ. Это один вариант. Но в 22 пункте там сказано, а можно 18 ПБУ, например, применять таким образом? То есть рассчитать сумму текущего налога на прибыль по данным налогового учета и затем ее одной записью записать в бухгалтерском учете. То есть в этом отношении получается, что мы практически не применяем своих никаких расхождений, ведь он просто бухгалтерский учет, считаем налог на прибыль по данным налогового учета, отражаем его в налоговой декларации и в своем бухгалтерском учете делаем только одну запись. Но для этого нужно ограничить круг применения 18 ПБУ формулировкой из 22 положения, из 22 пункта. То есть получается, как бы применяем и не применяем. Для того, чтобы эта сумма у нас сформировалась, для этого, конечно, нам тогда нужны вот эти регистры налогового учета, чтобы в них понимать, какие у нас суммы расхождения возникают. Можно и ограниченно, я еще раз говорю, вот и в этом варианте, и в этом варианте можно, например, только ввести для себя постоянные разницы, но только на общую сумму постоянных расхождений формировать одну проводочку. Поэтому вот воспользуйтесь, может быть, если этой ситуации будет удобно. Особенно ситуация может быть, например, удобна, когда действительно иногда сумма временных разниц уже на протяжении ряда лет корректируется, а иногда бывают вообще ошибки, когда у организации, например, допустим, ведь у нас что заключается смысл вот в этих положениях, смысл формирования вот этих временных разниц, он ведь в чем на самом деле заключается? Он заключается в том, что у нас вот, например, 0,9 счет, он является счетом активным. То есть это значит, когда мы начинаем формировать вот эти расхождения, то есть которые на текущем периоде у нас увеличивают налог на прибыль, а в будущем будут уменьшать, то мы сначала накапливаем его на 0,9 счете, а затем начинаем уменьшать по 0,9 счету. И уменьшение может быть до 0, но дело в том, что вот здесь не может быть красноты, то есть он не может быть отрицательным. Если он отрицательный, значит, что в каком-то этапе мы неправильно применили это положение. И здесь два варианта. Или в этом случае организация вот это расхождение переносит, например, на 0,9 счет, то есть 0,9 на 0,7 счет. А дело в том, чтобы его перенести, вы же должны понимать, что оно будет вам давать, да? То есть вы не можете его просто вслепую перенести, вы должны понимать, откуда оно возникло. Потому что в дальнейшем, если вы его на 0,7 счет перенесете, он у вас не потянет дальше к уменьшению. Это должен быть конкретно какой-то расход. Поэтому и получается, вот я считаю, то, что в балансе вы сможете свернуть, это другой вопрос. А вот непосредственно по счетам бухгалтерского учета, это будет очень проблемная ситуация. Потому что вот эта разница, она должна не просто в циферке потянуться на 0,7 счет, она должна потянуться в связи с каким-то конкретным расхождением. И поэтому я так понимаю, что она у вас потом останется висеть на 0,7 и не потянется дальше. Будет годами висеть, и потом вы просто про нее забудете. В 0,7 большую цену есть возможность там закрыть, но какое можно основание, для того, чтобы обратно 0,9 наследство достаточное? Это у вас было, да? Тогда здесь такой вариант, вот как я и предлагала. Например, смотря как вы применяете это, если вы хотите применять вот так свернуто 18-е ПБУ, то, например, можете в начале года провести эту инвентаризацию, прописав себе ее сейчас в учетной политике. Обычно я предлагала сделать это, например, на конец года. Допустим, на начало года вы принимаете новые элементы учетной политики, и здесь, конечно, самый оптимальный вариант у вас будет все-таки почистить баланс таким образом. Закрыть вот этот 70, а 0,9 есть в этом случае? Нет? Но, опять же, смотрите, как... Будем так сказать, есть старый 0,9 без движения, есть текущий 0,9. Хорошо. Но работает нормально. Если такая ситуация, значит, делайте инвентаризацию, то есть списывайте 0,9 счет на 99 счет, смотрите 77 счет, который без движения тоже списывайте на 99 счет, убирайте эти счета, да, закрывайте, то есть они у вас пошли. Если есть при этом возможность старые, если новые счета у вас работают нормально, то ограничьтесь только этим. Ограничьтесь только этим. Проводите инвентаризацию регулярно. Что нужно? Основание для этого проведения инвентаризации по счетам. То есть если вы на текущий момент, вы ведь можете каким образом составить себе ведомость, напишите, что вы проинвентаризировали, но это делается, может делаться на конец каждого квартала, обычно всегда это делается, конечно, на конец года, да, поэтому обычно это к концу года. Ну, например, вы делаете инвентаризацию, можете сейчас до конца года протянуть, и указываете, что вы проинвентаризировали эти счета, что на текущий момент вы не смогли выявить те изменения, которые были заложены в 77 счет и в 0,9 счет, что на протяжении, например, двух лет они у вас являются неизменяемыми, да, то есть, по сути дела, невозможно по ним определить эту разницу, и на основании этого вы принимаете решение о их списании на 99 счет. То есть вы должны убрать те счета, которые не дают никакой информации в бухгалтерском учете. Потому что, по сути дела, они являются искаженными. Чтобы вот эти издержки убрать в самом бухгалтерском балансе, то мы, как правило, предпринимаем, если они у нас раздвинулись, мы их просто сворачиваем. У нас, на самом деле, 18-й клуб позволяет свернуть счета активов, обязательств однородные, а это, по сути дела, однородные, потому что они действительно формируют у нас только сумму, как бы, влияние на налог на прибыль. Поэтому просто по инвентаризации, в силу того, что у вас эти счета не работающие, что они не дают никакой реальной оценки показателям вашего бухгалтерского баланса, а я бы сказала, еще в большей степени они искажают ваш бухгалтерский учет, потому что действительно реальность не дают, поэтому их, конечно, нужно обязательно проинвентаризировать. Ну а дальше я еще раз, если все-таки они движущиеся, можете остаться на этой позиции, а если вообще бывает такая ситуация, когда невозможно дальше, например, вести этот учет с этими счетами, то тогда можно вот в учетную политику себе прописать, что мы, применяя 18-е ПБУ, налог на прибыль в бухгалтерском учете отражаем на основании расчета произведенного налоговой декларации. И здесь как раз вот эту вот выписку для себя сделать, я могу ее прям вот даже прочитать, как она здесь звучит, почему именно вот на это идет упор. То есть не бояться применять 18-е ПБУ так, как нужно самой организации. Вот, например, 22-й пункт в 18-м ПБУ. Способ определения величины текущего налога на прибыль закрепляется в учетной политике. Организация может использовать следующие способы определения величины текущего налога на прибыль. Первый. На основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, здесь идет отсылка к пунктам 20-21. Это и есть отложенные активы, отложенные обязательства, когда мы их широко раскрываем. При этом величина текущего налога на прибыль будет соответствовать налоговой декларации. Это первый вариант. И второй. На основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Просто никаких 0,977 на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме.